В прямой угол вписали две окружности. Одна окружность маленькая, другая окружность большая. Причем эти окружности не пересекают друг дружу. Потому что другую мне даже рисовать страшно. Другая окружность какого-то чудовищного радиуса R большое, плюсом будет R большое, а это окружность маленького радиуса R маленькая. А это угол прямой, и они обе вписаны. Разумеется, можно нарисовать общую касательную, которая вот так проходит. Естественно, возникает треугольник. Найдите площадь этого треугольника. Согласитесь, что задача решается однозначно, потому что по этим двум радиусам все можно сделать, все определяется. Как найти площадь треугольника по величинам R маленькая и R большое? Ничего себе. Кроме этого, мы ничего не знаем. Когда одна окружность с одной стороны, другая с другой, это называется внутренняя касательная. И спрашивают, как найти площадь этого треугольника? А, значит, с помощью R маленького радиуса? Конечно, а как? У вас нет других данных. Да, пожалуйста. А можно R на устранный? Сложно R, то 3, то 2, то еще? Нет, 40. Меня не интересуют идеи. Понятно, что ответ измеряется в квадратных метрах, поэтому, скорее всего, надо там R маленького нажать на R большое или что-нибудь в этом роде. Но нужны доказательства, а не просто слова. Из-за того, что там прямой угол, на самом деле у нас возникают два квадрата. Да. Поэтому... Собственно, давайте я объясню для всех. Господа, это действительно важная вещь. Вот эта фигура, это не просто так себе фигура, а это квадрат. Здесь 90 градусов, то, что касается. Здесь 90 градусов, здесь 90. Это квадрат со стороной R. А вот эта большая фигура, это тоже квадрат со стороной R большое. Да, это правда. Поэтому R маленькая, это сумма катетов минус длина гипотенузы пополам, а R большое, это просто полупериметр. Отсюда мы знаем длину гипотенузы. Если ты еще подумаешь, ты поймешь, что даже это не нужно. Коля сказал такую вещь. В прямоугольном треугольнике, если берешь катеты А и Б и гипотенузу С, и вписываешь окружность, то имеет место замечательная формула. Вот этот вот радиус, это на самом деле B минус С. То есть, другими словами, А плюс B минус С пополам. В общем, это полезно, потому что прямоугольный треугольник часто встречается. Давайте я объясню, почему. R, это же как раз и есть расстояние от вершины до точки красави. А если вы вспомните формулу, то вот именно такая формула была, расстояние от вершины до точки красави. Алексей Васильевич, ну и все. Мы знаем вот это вот А плюс B минус С пополам, поэтому 2R это А плюс B минус С. То есть, ответ это 2R, R. А R не верен, но почти. 2R маленькая, R большое. Замечательно, это не такой. Смотри, то есть, правильный ответ? R маленькая, R большое. Площадь АВЦ это? R маленькая умножить на R большое. Да, это правильно. Давайте еще всем теперь объясню твою мысль. Господа, он вспомнил то, что у нас было в предыдущей задаче. Когда есть такая вот невписанная глупость, то смотрите, вот эти два отрезка равны. Правильно? Этот отрезок равен вот этому. Значит, вот сумма этих двух отрезков, это на самом деле периметр треугольника. Соответственно, один этот отрезок, это просто-напросто полупериметр. Понятно? У этого треугольника АВЦ, вот это вписанная круг, а вот это невписанная. И как в предыдущей задаче, был право, когда решали, но здесь убедно, что периметр треугольника, это на самом деле 2R большой, то есть полупериметр. А площадь любого треугольника, это есть произведение полупериметра на радиусе вписанной окружности. Полупериметр АВЦ, значит, и будет ответ. Произведение этих правил.